Теперь вернемся к самолету Кадырова. Ну, во-первых, самолет Кадырова на момент, когда он выкладывал свое видео в воскресенье утром, находился в Москве. Его бизнес-жет находился в Москве и не в Грозном. А видео, напомню, которое вот где он якобы бежит и отлично себя чувствует, оно как раз из Грозного. Но что в целом с его самолетами и что об их передвижениях сообщают медиа и какие выводы из этого мы можем сделать? Верстка довольно подробно ознакомилась с тем, что происходило с его самолетом. На фоне сообщения о возможной болезни Рамзана Кадырова и его критическом состоянии самолет главы Чечни уже третий день находится в Москве, писали они. Об этом свидетельствуют данные одного из трекеров полетов, на которые обратила внимание Верстка. Согласно данным сервиса, бизнес-жет с номером РА-73417 вылетел из Грозного направления Москвы 15 сентября примерно в 14.10. Транспондер самолета перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, и сервисы отслеживания полетов его приземления не фиксировали. Однако эта часть маршрута соответствует другим полетам этого бизнес-жета в Москву. Рейсы в другие города в европейской части России, за исключением двух в Петербург, за последний год борт Кадырова не совершал. Самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще два раза, 6 и 9 числа. То есть в те моменты, когда различные оппозиционные каналы, ну то есть Чеченской диаспоры, сообщали о том, что Кадыров полетел в Москву, и у него тяжелое положение и состояние, когда они сообщали, что он в коме, самолет Кадырова в эти моменты действительно летел в Москву. То есть 15 числа в пятницу самолет, собственно, прилетел в Москву. Если самолет Кадырова летает в Москву, значит ли это что? Кадыров в этом самолете, честно говоря, не значит. Мы не можем этого утверждать. Однако совокупность всех этих совпадений для меня делает историю со здоровьем Кадырова убедительной. Что это за совокупность? То, как выглядел Кадыров. Отсутствие привязанных к дате видео. Видео самого Кадырова, которое, скорее всего, не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Это меня напрягло больше всего, потому что страшно, знаете как, оправдание является частенько подтверждением. А если это оправдание фейковое, то это подтверждение более ощутимое и весомое. Машины около ЦКБ, самолет Кадырова, который полетел в Москву, ну и заявление Пескова, не характерный, на мой взгляд, для него. Но добавил в это все еще и любимый кремлевский политолог Сергей Марков. Вот что написал Сергей Марков. Где Рамзан Кадыров? Сообщают, что на завтра созвано экстренное заседание Совета Безопасности России по Чечне. К границу Чечни перекидываются военные подразделения. Части на Кавказе приведены в состояние повышенной боеготовности. И все это вранье, говорит он. ЦИПСО разгоняет своей ведьминой метлой слухи в соцсетях. Никакой угрозы нестабильности в Чечне нет. А уровень патриотизма в Чечне и преданности России предельный. А уровень преданности Путину в Чечне запредельный. Ахмат Сила, пишет Марков. Знаете, в чем проблема с этим постом? Я нигде не видел этих слухов. Ну, то есть я мониторю почти все Z-каналы. Я мониторю огромное количество украинских каналов. Я мониторю международные медиа. Я много чего мониторю. И нигде я не встречал слухов о том, что значит завтра Совбез по Чечне перекидывает войска. Это вот сам Марков написал. И сам эти слухи каким-то образом разгоняет. А как известно, за время моей работы на Эхо Москвы самое напрягающее сообщение было, когда на Северо-Одвинске была авария. Там испытывали ракеты российские, в том числе ядерные. И там появилось такое сообщение. Вот вообще без всего. То есть никакого контекста не было. Просто сообщение. В Северо-Одвинске радиационный фон не превышен большими буквами. Я такой, а, вот так вот значит? Типа, ну, никто не задавал вопрос, превышен ли радиационный фон. Когда люди сами начинают об этом писать, это, конечно, наводит на мысли. Ну, и последняя новость, которая есть к моменту, когда мы с вами это обсуждаем, когда я записываю это видео, это история от как раз СМИ-обозревателя украинского. Обозреватель со ссылкой на собственные источники в Чеченской диаспоре говорит, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. По информации источники издания, Кадыров сейчас находится в одном из московских медучреждений. Его готовят к повторной операции по трансплантации. Периодически глава Чечни приходит в сознание, тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками, говорится в сообщении. Ну, опять же, источники я не очень люблю. Все сообщения на источниках мы воспринимаем с вами со скепсисом. Надеюсь, что весь массив этих данных, его правильное выстраивание, смогло действительно вас убедить в том, что Рамзан Кадыров себя не очень хорошо чувствует, и в том, что вполне возможно, что скоро мы с ним попрощаемся. Большой радостью, надо сказать. И вообще, из номинантов на скорую смерть, Кадыров у меня был первым в списке в виде, у кого в следующем убьет Путин. И вот здесь мы приходим к важной части. А почему вообще имеет значение, жив Рамзан Кадыров или мертв? Рамзан Кадыров до войны с Украиной был таким путинским псом, который пугал, значит, всех, кому не нравится Путин. Ну, то есть, Кадыров нужен был для того, чтобы сравнивать его с Путиным и говорить, ну, ладно, Путин может быть не такой уж и плохой. Кадыров убивал российских оппозиционеров, включая Бориса Немцова. Именно чеченские киллеры убили Бориса Немцова по указке Кадырова. То есть, все нитки ведут как раз к Кадырову. И, собственно, Кадыров был такой устрашающей фигурой, которой действительно вот там люди боялись произносить его фамилию. После начала войны с Украиной изменилось две вещи. Первое, Кадыров перестал быть страшным. Нет, не потому, что он перестал там посылать своих вот этих вот чеченских киллеров и всех на свете запугивать людей. А потому что, когда появился настоящий вооруженный соперник с автоматом в руках, ВСУ, оказалось, что все понты Кадырова, они не имеют под собой никакого основания. Что Кадыров может только унижать и уничтожать тех, кто слабее его. А когда есть реальная сила, Кадыров пугливо забивается под корягу вместе со всем своим Ахматом. И поэтому Кадыров перестал быть таким символом угрозы. С другой стороны, Владимир Путин показал, что он намного хуже Кадырова и у кого угодно еще. Что сколько бы ни говорили, что вот есть там, не знаю, жестокий Кадыров, а есть он не такой жестокий Владимир Путин. Владимир Путин, введя войска в Украину, уничтожив огромное количество городов украинских, уничтожая украинских людей каждый день. Все поняли, а, ну то есть они вообще мало чем отличаются, поэтому один другого не хуже, и не надо как-то особо выделять их по сравнению друг с другом. В общем, Путин есть как бы всемирное зло, общепризнанное сейчас, поэтому, значит, есть Кадыров, нет Кадырова не так важно. Поэтому свои функции, которые Кадыров выполнял, он утратил в политической российской системе. Осталась лишь одна проблема – Чечня. Я не являюсь специалистом по Чечне, об этом лучше говорить с теми, кто про нее что-то понимает. Но есть несколько базовых вещей, из которых я исхожу при анализе того, что там может быть. Первое. Чечня – очень бедный регион. Не с точки зрения того, что он полностью дотационный, причем один из самых затратных регионов для федерального центра, а с точки зрения того, что все деньги, которые идут на Чечню, которые идут из федерального центра, они оседают в карманах Кадырова. Кадыров ездит на роскошных машинах, живет в роскошных дворцах, и элита кадыровская чувствует себя замечательно. Но до обычных граждан Чечни это не доходит. Поэтому в Чечне ненавидят Кадырова, ненавидят Путина, который является человеком, который поставил Кадырова, и ненавидят российскую власть, которая привела к тому, что у них во главе региона стоит тиран, забирающий все деньги, причем не только из федерального центра, но и непосредственно у людей. Потому что все чеченские бюджетники платят часть своей зарплаты, небольшой, в фонд Ахмата Кадырова. Фонд памяти отца Кадырова. И из этого фонда, ну, что только не делать там. Там лошади покупаются для Кадырова, еще чего-то. То есть он еще и подграбливает население дополнительно. В итоге Чечня такой очень взрывоопасный регион, потому что у него в том числе есть довольно долгая история вооруженного сопротивления. Там до сих пор есть люди, которые готовы сопротивляться. Эти люди там существовали все прошедшие 20 лет. Периодически там вот, когда устраивают контртеррористические операции, это значит кто-то вот опять пытается бороться, значит, с Кадыровым. Причем, что интересно, Кадыровские войска не борются с этим. Они вызывают Альфу. Это антитеррористические войска российские из федерального центра. Проезжает Альфа, и вот она уже с этим разбирается. То есть ситуация в Чечне взрывоопасная. Более того, в федеральном центре и вообще в России, в европейской ее части, не только в ней, Чечню недолюбливают. Потому что как раз в представлении огромного количества россиян, чеченцы, это как раз вот эти вот кадыровские люди и представители кадыровской элиты, которые приезжают там в Москву, стреляют в отели из золотого пистолета в потолок нюху и кокаин и прочее, и прочее. И если вы посмотрите на Z-каналы, Z-каналы, мягко скажем, не очень высокого мнения о Чечне. Это все довольно такой долго наслаивающийся друг на друга пирог, где на самом деле очень много подмен понятий. То есть вот чеченцы подменены в представлении большого количества россиян на вот этих вот кадыровских дружков. При этом в сознании чеченцев Россия это то, что позволяет кадырову существовать, грабить регионы, делать жизнь в Чечне невыносимой. И в итоге это вот такой взрывоопасный коктейль. Но почему Россия продолжает держать кадырова? Почему Путин продолжает держать кадырова? По крайней мере, продолжал держать до этого момента. Потому что кадыров сосредоточил в своих руках довольно большое количество власти. Он уничтожил своих врагов, физически уничтожил другие кланы. И, значит, распорядил власть между своим кланом так, чтобы вот все совсем сошлось. При потере кадырова, собственно, в Чечне высокая вероятность того, что начнется передел этой самой власти. Бывшие кадыровские всевозможные протежи передерутся друг с другом за денежные кусоки с федерального центра. И, соответственно, это будет такой очаг возгорания в регионе. Потому что еще люди могут решить, что с них хватит. И вот, значит, в момент уязвимости местной власти можно пытаться забрать регион себе. Ну, то есть вернуть его себе, вернуть его людям. В Кремле это все, скорее всего, понимают. Но у них появилась проблема, связанная с кадыровым. Точнее, две. Первая проблема – это его проблемы со здоровьем. И он уже не может держать в узде вот все свое вот это вот, значит, и войско, и окружение, и всех на свете. Поэтому Кремль может подумать, что избавиться от кадырова сейчас, пока все окончательно не развалилось. Хороший план – найти кого-то, нащупать кого-то, кто станет вместе с кадыровым. Может быть, будет какой-нибудь генерал-губернатор из Москвы. А формально будет поставлен, значит, какой-нибудь кадыровский отпрыск. Возможно, на такую схему Москва рассчитывает. В любом случае, кадыров, который стал, а, посмешищем, б, стал слабым, и, с, вообще не контролирует себя из-за заболевания, или, как говорят, из-за заболевания и наркотиков, которые он употребляет. И он теперь ненадежный союзник. И, собственно, то, что он остается в Чечне в таком состоянии, тоже может привести к социальному взрыву в этом регионе и к большим проблемам для федерального центра. Поэтому кадыров, который долгое время сохранял автономию, сохранял собственную армию, да, она из росгвардейцев, да, эта армия не умеет воевать и не хочет воевать, но это может быть та армия, с которой, условно, можно дойти до Москвы. Потому что мы, на примере Пригожина, увидели, что, чтобы дойти до Москвы, вообще многого не надо. Да, потому что то, что окружает Владимира Путина, среди всех, это самые большие страны. Да, поэтому вот кадыровцы, они вполне могут быть там менее, чем они. Ну, например. И в итоге избавление от Кадырова, и, возможно, взять Чечню под контроль уже в свои непосредственно руки, да, то есть поставить туда регентом какого-то губернатора... Еще раз. То есть поставить туда регентом какого-нибудь генерал-губернатора из Москвы, как это было до этого с Дагестаном, это вполне входит в политику и практику Кремля. Однако эта ставка довольно высокая ставка. И на самом деле смерть Кадырова, сейчас, если она происходит раньше, чем Москве удалось все это наладить, она может спровоцировать большие потрясения в самой Чечне, и впоследствии в России. Но гадать о последствиях, которые могут произойти, это такое дело увлекательное, но не очень благородное, потому что произойти может что угодно. Мы не знаем, на какой именно стадии находится план Кремля. Мы не знаем, это план вынужденный из-за болезни Кадырова или болезнь Кадырова – это следствие плана Кремля. Но в любом случае можно констатировать, что я думаю, что в ближайшее время мы увидим большие изменения в этом регионе. Рамзан Кадыров действительно выглядит как тяжело болеющий человек. Может быть, конечно, ему сейчас пересадят почку, и он выздоровеет, там организм примет почку. Но судя по тому, что происходил последний год, в этом направлении все не очень успешно. В том числе есть история про пропавшего лечащего врача семьи Кадырова, который в какой-то момент просто пропал со всех радаров. Ходят слухи, что он пропал из-за того, что он не смог вылечить Кадырова, и Кадыров его убил. Но подтвердить или опровергнуть эти слухи невозможно. В любом случае, я хочу обратить ваше внимание на то, что история про здоровье Кадырова, это не вот там Путин умрет через два дня, не тело Шойгу не найдено, не вот это вот все. Это действительно длящаяся история с большим количеством фактов, часть из которых я вам сегодня предоставил. И что тут в конце можно сказать? Ну, пожелаем ему скорейшей смерти. Потому что, как бы вы ни относились к Кадырову, и к дальнейшим перспективам, Кадыров это настоящий садист. Человек, который отдавал преступные приказы. Человек, который повинен в смертях огромного количества людей. Поэтому, конечно, будем желать ему скорейшей смерти. Всего плохого, Рамзан Ахматович. Ну, а с вами был Майкл Наки, и до встречи в свежих видео. Всего доброго, пока.